Добрый день, дорогая Церковь! Приветствую вас всех с праздником, светлым, днем Пятидесятницы, который означает «Шествие Святого Духа». Приветствую всех слушателей и гостей. Я хочу сегодня свидетельствовать, не проповедовать. Кто такой для меня Дух Святой? Или для чего Он мне нужен был? Что Он сделал в моей жизни? Я родилась в христианской семье. Мои все предки христиане. Прадедушка был православным священником. Прадедушка был священником в Баптистской Церкви. Дедушка был служителем в Пятидесятнической Церкви. Мой отец, папочка, мой родной, который еще жив, слава Богу. Это отдельное свидетельство, как Дух Святой работает в его жизни. Но я сегодня буду говорить о том, что я не просто так сейчас свидетельствую. Потому что я не одна из всех, не одна из всего рода, которая являет сейчас уже служителем и свидетелем живым, что Дух Святой живой. Для чего я это говорю? Не потому, чтобы похвалиться. Хвалиться нужно Господу. Мы все знаем об этом. Не за да се похваля, а за да похваля, да се похваля с Господа. И сейчас немножко похвалюсь. Позвольте. И сега ще се похваля за малко. По моим подсчетам, все-таки где-то пятое или шестое поколение верующих являюсь я. Според моите сметки, аз съм петое или шестое поколение верующие. Мне было почти 15 лет. Аз бях почти на 15 години. Когда я стала задумываться о том, для чего я живу. Когато започнах да се замислям, за какво живее. Для чего мне Господь? За какво ми е Господь? Для чего мне Дух Святой? За какво ми е Святие Дух? И мои родные все ходили в церковь. Всички мои близки ходиха в церковь. У меня еще четверо сестер. Има, может, четверо сестри. Большая семья, родители. Голямо семейство, родители. И все было интересно. Но пришел момент. И всичко беше интересно, но дойде момент. Как сейчас говорят современные подростки, стало скучно. Както казват сегашните младежи, стана ми скучно. Поскольку были вопросы, на которые мне не отвечали. Защото имаше вопросы, на които не ми бе отговорено. И как-то мы в своей семье, среди сестер, решили устроить своим родителям дебат, так называемый. И аз, и моите сестре, решихме да устроим дебат на родителите. Много знали о религии, христианстве, различия даже, и какие сходства есть. Не знали мы много за христианская религия, различия, сходства. Старшая моя сестра, она была посмелее, чем я. Она говорит, ну, вообще, я не собираюсь идти вашим путем. Вообще, объясните, почему мы должны просто как заложники вот этого, можно сказать, как заложники, да? Это объясните, за что трава да следует христианству. Не заложницы ли смена твад движений? Конечно, будучи проповедником, мой папа отвечал все правильно, по Библии, по Слово. Разбира се, като проповедник, моят баща и отговаряше правилно по Словото. Но как-то не все цепляло, может быть, на тот момент. Но не всичко намери почва в нас на този момент. Сейчас я понимаю, что Дух Святой прикоснулся к маме и дал ей такой совет. И сега разбирам, че Святия Дух се докосна до майка ми и даде такъв совет. Как ответить дочерям? Как да отговори на дъщерите си? Она сказала так. Тя каза така. Когда вы примете Святова Духа, много въпросов отпадут. Когато приемете Святия Дух, много въпроси ще отпаднат. И она нас очень заинтриговала. И тя ни заинтригува много. Тут же папа подключился к говорить все места писания наизусть. И тук се включи баща ми, които започна да цитира наизусть. И проповедовал нам... Места от писанието и започна да ни проповедва. Проповедовал нам весь вечер. И ни проповедва цяла вечер. Думаю, он был основным виновником. Организовал в церкви молитвенные собрания для молодежи. И мисля, че той беше основният виновник да се организира в церквата молитвени собрания за младежите. Да, наш пастор, пресвитер, служитель, он собирал нас каждую суботу, говорил... И пресвитерът на нашата церква, пасторът, не собираше всяка субота и не говореше. И мы даже имели такие блокнотики свои личные, где записывали со священного писания места. И даже си имахме свои лични дневници, където си записвахме места от священното писание. Кстати говоря, вчера искала достаточно долго этот маленький блокнотик. Между прочим, вчера търсих доста време този малък тевтер. И пришла такая мысль. Думаю, был вопрос от Господа. И ми дойде така мисъл, мисляв, че беше въпрос от Господа. Зачем он тебе? За какво ти е този тевтер? Ну, я говорю, завтра хочу свидетельствовать, хочу себе напомнить некоторые места из писания. Я сказах... Подготовиться? Утре искам да свидетелствам някои места от писанието, да се подготвя. А мне Господь ответил. А Господь ми отговори. Я бы хотела, чтобы ты не полагалась на свой прошлый опыт. Аз искам ти да не се упуваваш на своят минал опыт. Даже не на свои записи. Даже не на своите записки. У тебя их много. Които са много. Тетрадки там с духовной семинарии библейского колледжа. Тетрадки от духовнота семинария от библейския колледжа. И он такой, можно сказать, выброс, какой вызов такой сделал для меня. Говорит, оставь это все. И Той ми отправи таково предизвикателство. Остави всичко. Дух Святой будет говорить тебе. И ты этого хочешь. И разве Он тебе не говорил столько времени? Нема, Той не тебе говорил толкова много пъти. Ну, я согласилась. Я се согласих. Спомнила здесь еще... У меня была одна тетрадочка. И спомних, че имам още една тетрадка. Это особенная тетрадочка. Това е много особенная тетрадка. Ей уже 30 лет. Тя е от 30 години. Хочу вам ее показать. Искам да ви ее покажа. Поможет мне мой супруг, мой любимый переводчик. Сега ще ми помогне моя супруг. Иордан Балабанов. Иордан Балабанов. Здесь я начала вести ее в 91-м году. Аз започнах да я водя в 91-м година. Так, насколько могла. Колкото можах. Рисовала тут кое-что для себя так фломастерами. Рисувах с фломастерами разные неща. И первый лист. И первый лист. Он очень такой для меня важный был. Это мой был девиз. За мене много важен, защото това беше мой девиз. Жизнь без Бога. Живот без Бога. Это жизнь без смысла. И живот без смысл. Уникально, что ничего не случайно. Я сегодня могу подтвердить, что действительность жизнь без Бога – это жизнь без смысла. А вы знаете, я удивилась, почему обратила внимание на эту тетрадку вчера. И знаете ли, кое меня удивили, за что я обратила внимание на тази тетрадки. Что ничего не случайно. Я прочитала... Ничего не случайно. Я прочетал... Здесь у меня три наклеечки, которые наклеила 30 лет назад. Вы сейчас удивитесь, как я удивилась вчера. Тут написано «Болгарская Божья Церковь». Я даже не поняла, откуда появились у меня эти наклеечки. Потому что в то время мои родители даже никогда не посещали Болгарию. В моем роду есть много болгар. В моем роде есть много болгар. Я сам от болгарских происходов. Да. И я хочу сказать сегодня, что это уникально. Вы знаете, эта тетрадочка – это было мое уединение с Богом. Я любила читать стихи. И здесь их всего 100 стихов. Даже оглавление есть, если вдруг что-то понадобится. На Пасху, на все праздники. И даже има за всякакви случаи, за Пасха, за всякакви праздници. У меня сегодня уникальный праздник. Ни много, ни мало. Аз имам уникален праздник днес. 30 лет. Малко или много 30 лет. Почти 30 лет. Потому что мне скоро 45. За что скоро ще направят 45. 23 июня 1991 года. Господь посетил меня особенным образом. Несмотря на то, что я была в христианской семье. Независимо от того, что я была в христианское семейство. И была, может быть, послушной дочерью. Молилась, читала. Может быть, сейчас я себе даю объяснение. Это как-то все по-религиозному. Как-то все не по-современному. Для того времени было нормально. Я за это благодарна Богу и родителям. За то время было нормально. И за то я благодарна Бога и родителям. Так что произошло 23 июня? И тогда каковался случай на 23 июня? Мы молились в церкви. Собрались молодежью. Мы в церкви собрались молодежью. Было достаточно и взрослых, которые хотели нас поддержать в этой каузе интересной. И мы еще достаточно хора, кто искал, чтобы не поддержать в этой интересной каузе. Получить крещение Духом Святым. Да получим крещение в Святие Духом. Поскольку мы понимали, что как-то вот написано, а как-то мы еще это не прочувствовали. Ну, должно быть же что-то. И не разбирахме, что это написано, но не было ничего. Не посещахме, не го чувствахме вътре в себе себе. И почти три месяца мы ходили очень серьезно, не пропуская. И почти три месяца ходихме много серьезно на собрание, не пропускахме. На такие молитвы. На молитве. Где просили, чтобы Господь крестил нас Духом Святым. Или хотя бы почувствовали присутствие Его. Но почему-то ничего не происходило три месяца. Ну, някакси ничего не се случваше тези три месяца. И даже где-то я разочаровалась, как-то пришла вечером снова на молитву. И аз се разочаровах, когато всяка вечер отивах на молитва отново и отново. Ну, так я себе заявила, даже своим близким, кто был рядом со мной. И даже заявих на близките си, които бяха до мен. Я не уйду сегодня. Буду до утра молиться. Но... И искам да получа крещение със Святия Дух. И действительно я получила его. И действительно... Среди ночи. Посред ночи. Это было уникальное событие, состояние... Това беше уникално событие. Которое трудно описать словами. Состояние, което и трудно да се опише с думи. Это не просто голубь, который сел и можно ощутить его на голове. И това не бе просто голубь, който кацна и може да го усетя на главата си. А это такое присутствие неописуемое, когда наполняется душа, сердце. Това беше такое присутствие, когато се наполва душата, сердцето. Наполняешься такой небесной радостью. Исполваш се с небесна радость. Действительно отпадает много вопросов. Сам Бог прикасается к тебе. Действительно отпадат много вопросов. Сам Бог се докосва до теб. И было и знамение на иных языках. Имаше знамение на чужие языки. Тоже для многих новое, но это объяснимое присутствие Божье. Ну да, това бе обесниму присутствие на Бога. Это даже больше знамение для неверующих, чем для верующих. Даже твое поскоро знамение за неверващите, откуда заверващите. Я очень счастлива. А са много счастлива. И поэтому сегодня хочу сказать, кто такой для меня Дух Святой. И затва днесиском докажи, кой за мен Святий Дух. Это сама личность самого Бога. Твоя самата личность, это не Бог. Твоя тази сила, Которая со мной всегда. С того момента, когда она посетила меня. В то же время это и личность, это и сила. В то же время Твоя личность и сила. Дух Святой это сила помазания. Святий Дух, Твоя сила на помазание. Для всех это необходимо, пишется в деянии первой главе, в восьмом стихе. В значке, кой-то и необходимо, Твоя деяние, первая глава, восьмом стихе. Но вы примете силу. Но что примете сила. Когда сойдет на вас Дух Святой. Когато слезе на вас Святий Дух. И будете мне свидетелями. Ишьте мне будете свидетелями. В Иерусалиме. В Иерусалим. И во все Иудеи. И по целу Иудеи. И Самарии. И даже до края земли. И даже до края на земята. Можно сказать, вся география. В тот с того момента. В този момент. Когда я получила эту силу. Когато получих тази сила. Он мне действительно дал силу свидетельствовать. Той действительно мне дадил сила свидетельствовать. Я уже была более смелой. Говорила. О живом Боге. Своим сверстникам. Моим однокурсникам в университете. И вы знаете. Дух Святой понять умом невозможно. И знаете ли. Святие Дух. Да го разберешься с ума. И невозможно. Есть два таких мифа. Я не смогу это проконтролировать. Может что-то со мной произойти не то. Какое-то вот состояние неадекватное. Если вдруг Святой Дух на меня сойдет. Едините. Че ако Святий Дух слезе на мен. То может да испаднем в некое неадекватное состояние. И многие боятся этого. И много се страхуват от това. Самого Бога, который хочет прийти. От самия Бог, който иска да дойде. Но вы знаете. Это подарок. Я хочу вам сказать, что это подарок. И искам да ви кажу, че това е подарок. И каждый из вас может его взять, кто еще не взял. И всякий от вас, кто еще не взял, может да го вземе. Знаете ли, Святий Дух. Я подумала, что это сила для меня помазания. А если помыслить, что твоя сила за помазание за мен. И думаю, ну что такое ж помазание? Помажь. Какое това помазание? Да помажешь? Да, предлог. Ну, можно помазание, да? Корен слово мазь. Ну, можно много о чем говорить. Это для меня. Помазание, мазь. Ощущение такое, что он тебя помазал. У меня были такие... Това е такова усещание, като че някой те помазва. Ощущение горячее, как будто вот илей. Да, илей. А имах такива усещания, като че ли някой изливаше върху мен горещий илей. Илей помазание. Слышали такое? Илей на помазание. Чували ли стихо? На кого он изливает? На кого си излива този илей? На особенных? На особенных? Я бы не сказала. Не би казала. На тех, кто хочет этого. На тези, които го поискат. И поэтому можно захотеть для чего? Вот я хотела сказать сегодня. Для чего этот Дух Святой? И за какого можем да поисками този илей? Мы часто не справляемся. Можем долго думать о своих каких-то трудностях, решать их умом. Честно, не, не все справим и долго мыслим за свои трудности. Опытываемся, да герешим в ума си. Но если признаться, мы нуждаемся в этой сверхъестественной силе. Но ако си признаем честно, не еси нуждаем в тази сверхъестественной силе. И как бы нам не помогали наши друзья, родные. И как бы нам не помогали наши друзья, родные. Все равно нам нужно что-то особенное, какую-то особенную силу иметь. Сепак на нас не необходима тази особенная сила. Это я говорю из своего опыта. Тваг указывам от своего опыта. И снова не полагаюсь на него, потому что понимаю, что если сейчас мне не ожидать это присутствие, не быть в присутствии, как говорил пастор сегодня об этом. За что-то, ако не очакуем, и не говоря за това присутствие, как то не сказал пастора. Тогда не будет ни радости, ни успеха, ничего интересного. Не будет ни радости, ни успеха, ни что интересного. Вы знаете, вот представьте, что даже трудно представить. Даже трудно да себе представить. Если отделить от нас Духа Святого, кто получил эту силу, он понимает. А какво е, ако извиняши отделят Святия Дух от нас? Този, който и получил вече тази сила, может да ми разбере. Человек может становиться серым, беспомощным. Человек может да стане таков беспомощен, безсилен. Може сказать мертвым. Може да се каже мертв. И я связываю принятие Духа Святого. Я свырзвам приманите на Святия Дух. Как мое второе рождение, рождение свыше. Я сказам, че твай моето второе рождение, рождение свыше. Это очень фундаментальное такое для меня событие. Твай много фундаментално событие за мен. В мои 15 лет. В моите 15 години. И я ни дня не пожалела об этом. И ни то един день не сам сожалела за тва. Потому что для меня Дух Святой. За что-то за мен Святий Дух. Это утешитель. И утешитель. Я знаю, о чем это я говорю. А знам, за какого говоря. Когда люди не могли меня утешить. Куда-то хора-то не можаха да ми утешат. Он мой советник. Самый лучший. Он мой советник. У меня было очень много наставников и советников. Аз имах много наставници и советници. Но он самый лучший наставник. Он дает самый шикарный совет. Той дава най-добрият совет. На време. И никогда не опаздывает. Он мой заступник. Той е моет заступник. Тогда, когда нападали на меня без причины. Тогава, когато ми нападаха без причинно. Он мой защитник. Той е моет защитник. Он мое все. Знаете ли, скопа церковь? Страшно и да се представим дури за миг, какво ще се случи. Ако отделим Святий Дух от церквата, она может превратиться в какой-то социальный клуб. Хотела сказать по религиозным интересам. По религиозни интересы. Или просто в какую-то религиозну институцию. Или просто в религиозну институцию. Где какие-то обряды, правила. Там, където институция, в която обряды и правила. Но они не приносят пользу никакую. Не приносят никаква практична польза. В наших каждодневных душераздирающих вопросах. За наши ежедневные душераздирающие вопросы. И хотела бы прочитать Второй Коринфиню. Искам да прочитав Тору Коринфини. Три шесть. Три шесть. Он дал нам способность быть служителями Нового Завета. Да бъдем служители на Новый Завет. Не буквы. Не на буквата. Но на Духа. Но на Духа. Потому что буква убивает. Защото буква убива. А Дух животворит. А Духа оживотворява. И можно проповедовать просто Слово. И можно просто да проповядваме Словото. И все будет правильно. Ничего лишнего из Библии. И всичко ще е правилно. Всичко е като чили по Библията. Но если проповядвать без Духа Святого. Но ако проповядваме без Святия Духа. Без Его водительства. Без Неговото водительство. Тогда просто, наверное, знаете. Это серо, неинтересно, скучно. Даже смертоносно. Так пишет Слово Божие. Не я придумала. Така пиши в Божието Слово. Не съм го измыслила. Буква убивает. Буквата убива. А Дух животворит. А Духа оживотворява. Я верю, что Господь хочет что-то новое делать в церквях. Не только в Българии. Аз верю вам, че Бог иска да направи нещо ново в церквите. Не само в Българии. И в Украине. И в Украина. Где я родилась. Където съм се родила. И в Россия, откуда я приехала. И в Русия, откъдето съм дошла. По всей земле. По цялата земя. Господь хочет видеть сегодня нас живыми християнами. Господь иска да не види живи християни. Наполненными Духом Святым. Наполнени със Святия Дух. Тут недавно, недели две назад. Преди две седмици. Я задала Господу вопрос. Зададох на Господ вопрос. Поскольку я вам говорила, у меня много родственников верующих. И у каждого свои понимания о вере. Тъй като има много роднини верующих. И всеки има свои разбирания за верата. Я задала такой вопрос. Господь, а Ти осуждаешь вот таких религиозных, правильных верующих? Ти осъждаешь ли правильных верующих верующих? Потому что мне как-то стало трудно больше. Ну, понимаю их, но все-таки хотелось бы по-другому видеть. Защото стана трудно, аз ги разбирам. Но бих искала да ги видя поро различни други. И Господь мне ответил. И Господь мне отговори. Есть у меня два упрека. Имам само два упрека кам тях. Они оставили первую любовь. Вот что. Чи составили первата любовь. Вот с чем я не согласен. Эту с какого сам не согласен. И второе. И второе. Они угостили Святого Духа. Чи соугасили. И Святый Дух. Поэтому я верю, что сейчас новое время. Когда многим христианам нужно пробудиться. Чи сега. Днеси новое время. Куда-то много христианин тряло да си собудят. Как сегодня пастор Геннадий призвал молиться, чтобы покаяться. Как ты призвал, днес пастор Геннадий, да си молим за покаяние. Важно покаяться каждому христианину. Всеки христианин трябва да си покая. Что когда-то получил Духа Святого. Чи някога и получил Святый Дух. Но угасил. Но го и угасил. Не обращал внимания на дары, которые Господь дал. Не обращал внимания на даровите, които ему и дал Господь. На Его подарки. На Неговите подарки. А просто так стал таким номинальным. И стал номинален. Правильным, самоправедным. А может быть и гордым. А может быть и гордым. Господу это неприятно. На Господь твой неприятно. И знаете, насчет любви хотела вам сказать. Божественной любви. Даже по отношению на божественную любовь. Без любви. Без любви. Мы не сможем быть, как написано в 3 главе Коринфянам, 6 стихе. Коринфянам 3.6 Служителями Нового Завета. Служители на Новый Завет. И поэтому, если сейчас я не осознаю. А я уже осознаю. А я вече осознаю. Что без Духа Святого. Че без Святия Дух. Я завтра не смогу. А с утра няма да мога. Я не смогу полагаться на свой опыт. Не мога да се основавам, да уповавам на свой опыт. Даже на какие-то моменты, как приходит Господь, как молиться, что делать, что не делать. Дори и в такива моменти, как да се моля, какво да правя. Я не могу полагаться ни на свои образования. Не мога да се уповавам и на своето образование. Не говорю о том, что это плохо иметь образование. У меня их... Не казвам, че е лошо да се образовывай. У самой немало. А сама-то имам немалко образования. Три высших образования. Имам три высших образования. Но Господь хочет... Чтобы мы были открыты перед Ним. Чтобы мы оставили весь груз, все свои знания. Все свои религиозные какие-то объяснения. И предстали пред Ним. И да застанем пред Него. Открыто. Откровенно. Откровенно. Сказать. И да кажем. Господь. Господи. Ты нужен нам. Ты си не нужен. Прийди к нам. Ела нас. По-новому. По-новому. И все, кто не почувствовал еще это присутствие. И все, кто не почувствовал еще это присутствие. Или, может быть, не проживает это состояние каждый день. Или, может быть, не проживает это состояние каждый день. Не ищет его. Не го търси. Я хочу Вам предложить. Искам да Ви предложи. Или, может быть, выбросить такой вызов. Или, может быть, да Ви отправят таково предизвикательство. Примите свой подарок. Примите свой подарок. Господь хочет Вам его дать. Господь иска да Ви го даде. А если Он у Вас есть? А ако вече Его имате? И где-то запечатан. Но и някъде запечатан. Попросите мудрости у Господа. Попросите, помолете за мудрость Господа. Как Его распаковать? Как да Его разупаковате? Чтобы этот дар Святого Духа. Така, че този дар на Святой Дух. И все дары Святого Духа. И всички дарове на Святой Дух. Функционировали. Да функционировали. Работали. Да работят. В нас. Вътре в нас. И в Вас. В Вас. Для славы Божьей. За слава на Бога. И заканчивая. И завершивам. Я хочу сказать, что. Искам да кажем. Имея присутствие Духа Святого. Че имейки присутствието на Святий Дух. Этого тоже недостаточно. Също не е достаточно. Потому что если мы служим без любви. За что то? Ако служим без любов. Господу или людям. На Бога или на хората. Трудимся. Или сытрудим. Делаем какие-то проекты христианские. И правим некие христианские проекты. И делаем это без любви. И правим това без любовь. То мы никто. То не есме ничто. И ничто. Никой и ничто. И для нас всех домашнее задание. И за всички нас имаме домашняя задача. Для нас исключительно. И учително и за нас. Обновиться в Божией любви. Да се обновим в Божията любовь. Прочитать подробно. Вникая. Да прочтем подробно. Да вникнем. Первое Коринфянем. В перво Коринфянем. Тринадцатая глава. Тринадцатая глава. Я верю, что в церкви. Аз вярвам, че в церквата. Будет пребывать любовь. Че церквата ще пребивала. Совершенная любовь. Совершенната любовь. Которая изгоняет страх. Която изгонва страха. Сомнения. Сомнения. Различные распри. Различные распри. И так далее. Благословляю и верю. Благославим и вярвам. Что вся слава будет Господу. Че цялата слава ще бъде на Господ. Аминь. Аминь.